Часть четвертая. У людей различные характеры, различные вкусы, различные потребности. То, что один считает главным в жизни, может быть чуждым и неприемлемым для другого. Но есть нечто, лежащее за пределами материального, в чем нуждается каждый человек, хотя бы он и не признавался в этом открыто, хотя бы это было тайно его сердца. То, в чем нуждается каждый человек, это любовь. Это то загадочное чувство, в тепле которого хочет согреться душа каждого человека, даже преступника. Высшая форма любви – мистическая любовь человеческой души к божеству. Любовь в самом совершенном и в самом непосредственном, в самом законченном виде проявляется в монашестве. Ее любовь к Богу становится целью всей человеческой жизни. Духовная любовь не знает ни разочарования, ни измен. Она требует многого, но дает гораздо больше. Потеря любви к Богу сделала человечество несчастным. И все достижения цивилизации – надгробие на кладбище душ. Теперь мало счастливых людей. Внутренняя постоянная неудовлетворенность, чувство оставленности и отчужденности постепенно трансформируется в злобу, желание разрушения и уничтожения. Внешне это проявляется в самых различных формах – в наркомании, алкоголизме, семейном садизме, национализме, в тирании в своем кругу, в бессмысленных актах жестокости, в действительных насмешках. Как будто человек мстит за себя всем и самому себе. Кроме того, душевная опустошенность человека и холодность окружающей среды вызывают чувство постоянного опасения, постоянного ожидания нравственных ударов со стороны самых близких людей. Чувство своей незащищенности и бессилия порождает целые комплексы нервных и психических болезней, когда человек как будто хочет убежать из действительности в свою болезнь. Духовная опустошенность человека и современного общества делают из человека или примитивное бесхарактерное существо, лишенное нравственных устоев, в сущности очень несчастное, или насильника над более слабыми, или человека, живущего в этом мире, как рысу, наполненном зверями, в вечном страхе, перед ожидающим его несчастья. Наше общество глубоко больное и глубоко несчастное. Мы утверждаем, что начало истерии и депрессии – эгоцентризм, дефицит любви, катастрофическая неспособность любви. Высшая любовь, любовь к Богу почти потеряна. Любовь к Богу завоевывается в борьбе с грехом и страстями. Кроме монашества, которое по своей идее является концентрированной любовью к Богу, есть и другая форма любви. Любви, как бы отраженного света. Это христианская семья. Семья, построенная на принципах Евангелия, на уважении и любви друг к другу, объединенная одной верой, является живым оазисом в мертвой пустыне, в нашей бездушной цивилизации. Если храм – это огромный огненный столб, то христианская семья – малая свеча, зажженная от этого огня. Семья, названная апостолом Павлом, домашней церковью. В семье воспитывается чувство долга и смирения, осуществляя сослужение друг к другу. Христианская семья должна быть объединена верой, молитвой и милосердием. Она – первая школа детей христиан. Демон старается разрушить церковь и цене изнутри, а также пытается разрушить и семью, и цене, и изнутри. Или вообще уничтожить семью, как форму человеческих отношений, или, оставив ее как внешнюю оболочку, уничтожить дух самой семьи, христианскую любовь и ту душевную теплоту, из которой жизнь превращается в трагедию или бессмысленность. Одной из самых страшных форм уничтожения семьи, как благословенного Богом союза и помощи друг к другу и продолжения человеческого рода, является уничтожение детей своими родителями. То есть, попрание воли Божьей, извращение идеи и смысла семьи. Семья из домашней церкви превращается в сожительство разбойников. Господь Иисус Христос сказал, что любовь исчезнет, иссякнет из-за беззакония. Двое убийц не могут любить друг друга. Двое убийц не могут уважать друг в друге человеческую личность. Поэтому их взаимоотношения вырождаются в семейный эгоизм, где каждая из сторон видит в другом только инструмент, нужный для него, а не человека, и при ненадобности спокойно выбрасывает. Убийство детей уничтожает любовь между супругами, и семья распадается, как бы разламывается. Эгоизм и преступление – это внутренняя борьба за власть, борьба за свои привилегии внутри самой семьи. Убийство ребенка родителями обычно переходит и продолжается в нравственном, постоянном убийстве ими друг друга. Убийство ребенка привлекает к себе темных духов ада, духов зла и преступлений. В таких семьях возникают какие-то духовные поля черных, демонических сил, которые внетут человеческую душу, как будто гонят ее из этого места. Дом перестает быть родным для членов семьи. Часто они испытывают необъяснимую злобу друг против друга, ищут несуществующего счастья где-то на стороне. Закон узаконил вопиющее беззаконие – отнять жизнь. В прессе замеряли циничные объявления рекомендации, как лучше расправиться со своим ребенком. В газетах, например, было напечатано сообщение о том, что французский фармацевтический концерн изобрел эффективное средство, которое безотказно и безопасно для матери убивает плохо. С жестокостью этой статьи может соперничать только ее лицемерие. Убийство хитроумно спрятано под фарисейский туманный фразой «Временный отказ от материнства». И там же помещен рисунок рекламы. В открытом зубастом рту – таблетка, которая несет неминуемую смерть ребенку. В Библии есть поразительные слова. Господь говорит Каину, «Голос крови брата твоего попьет ко мне от земли». Кровь невинных детей, как и кровь Авеля, попьет к небу. Не только в будущей жизни, но и в этой земной жизни убийцы получают возмездие. Загрязненная совесть лишает человека самого главного – духовного мира и духовной радости. Только через покаяние могут они вернуться в душу. Древние предания, отраженные в мировой литературе, говорят об угрызениях совести, о внутренних муках, которые испытывал убийца. Теперь преступление так глубоко эмоционально и не переживается. Но человеческая кровь по-прежнему мстит за себя. Убийцы нашего времени, избежав суда на земле, еще до суда Божия убивают свою собственную душу. Теряют человеческое сердце и живут в духовном холоде и пустоте. Грех никогда не соединяет, он только чуждает. Братья и сестры, отвратимся же от этого мерзкого греха, который затмевает запечатленный в наших сердцах образ Божий, убивает в нас самих все чистое и доброе. Вспомним, что безграничное милосердие Бога, Он не до конца прогневается, ниже вовек враждуем. Библия, Псалмы, Псалом 102. Он лишь ждет нашего покаяния, искреннего и открытого сокрушения сердца, которое и есть настоящая жертва. Жертва Богу, Дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Библия, Псалтырь, Псалом 50. Через Святое Таинство Исповеди в Церкви Божьей начинается путь очищения и освобождения от греха, от уст наших преступлений. И Церковь Святая ждет нашего возвращения с любовью и надеждой на нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok